здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем проходить игру как достать соседа каникул олигарха и следующая карта у нас сегодня будет пиротехнический завод сорян в прошлой серии музыку было почти не слышно звуки чуть громче сделал тоже было не так хорошо слышно музыку сделал погромче надеюсь период будет нормально слышно короче олигарх наводит порядок на своем производстве после скоропостижно завершенного отдыха может стоить его навестить напомнить о старой дружбе ну давайте бизнесмен ты этот хотя сбежал да вот мыслей своих нечистых так и не оставил затаил он на героя нашего убеду и отправился прямиком на свою фабрику это особняк его да да только не один он туда отправился да музыка на всех уровнях одной этаже здесь спрятаться можно погрузчики только на этом уровне правда так так судя по всему сосед на жалобу подал на дверь подвал заперта болит как печально музыка на всех уровнях одна и та же поэтому ничего страшного музыка на все право сюда пойдет открываем дверь подвал музыка на всех уровнях загораются лампочки музыка наких так ну тут взять ничего нельзя пока к сожалению чё ты встал-то иди давай здесь здесь ничего нельзя взять вот здесь можно туалете можно спрятаться так подвал открылся лампочки когда подвал закрыт ты был лампочек горели красным вот эти три так берем хлопушку тут еще есть петарда нажимаем и давайте устроим тут небольшой погром этот охранник указывается желтой стрелочкой на мини-карте как и джамп шут в особняке ой-ой-ой бежим отсюда блин я не успел я не успел извиняюсь придется видимо заново начинать я не успел планом немножко другом порядке сделано было бумагу сюда засунуть так две две красных и одна зеленая нажимаем на кнопку и лампочки закрывать красными а затем зеленый блин там бумага я не успею взять и скорее всего не успею вот здесь камеры есть вот только к сожалению не мы не попадем в мониторы сразу наверное урну запихаем эту бумагу заживелка нам на самом деле не нужно все и так загорится так ящик с инструментами бумс очередной взрыв Короче, как и джамп-шут, охранник обозначается желтой стрелочкой, но в отличие от джамп-шута, если он увидит нас, он будет свистеть в свисток и тем самым позовет соседа туда, где находится охранник. Это, ну, пока он сидит здесь, он никакого вреда мне не был еще. Блин, зачем я пошел? Ха-ха-ха, ем. Миксер красиво сделал. На взрыв этой петарды, да, продолжит набор очков. На взрыв этой петарды сбегутся все. Так, а мы прячемся в люк. Так, и мы видим соревнование двух персонажей. Впереди у нас идет охранник, его догоняет сосед. Он обгоняет охранника, кажется. И в итоге у нас побеждает сосед. Ну, а на самом деле, побеждаем мы. Ха-ха. Ладно. Какой у нас там дальше идет уровень? Полный контроль за всеми этапами производства. Обкатка нового оборудования. Вот они, тяжелые будни фабричных работников. Времени на обед почти не остается. Ну да. Что у нас здесь? Так, погрузчик. Спрятаться нельзя, к сожалению. Обязательно атрибут любого производства. Не только производство. Еще всякие на складах используются. Так, гаечный ключ. Так, есть шприц. С химикатами, судя по всему. Вот с этими зелеными. Давайте изучим, как работает производство. То есть, миксер размешивает химикаты. Они попадают вот в эту смесительную машину. Вот такие вот зеленые сосиски получаются. Давайте спрячемся в шкафу, чтобы нам не мешали. Этот прибор их изолирует, наверное, судя по всему, вот в коричневую фигню. Это манипулятор перекладывает в конвейер, который... И поступают эти штучки, кирпичики, вот пресс, который заворачивает их в красную вот такую вот хрень. Амферку, что ли, какую-нибудь. Далее они поступают в вот этой трубе. Вот сюда. Здесь идет робот, который упаковывает их в вот такие вот упаковки. Синие. И кладет их прямо в ящик, которые попадают, судя по всему, вот сюда. И здесь целый склад этих продуктов. Блин, сосед опять чавкает. Нравится эта музыка. Выглядит весьма реалистично. Городок, все такое. Видимо, и собака даже ест. Блин, ну это... Ну видно, что это снимок из реального мира сделан. Шприц. Блин, надо было... Не знаю, за 5 минут успею сделать или нет. Но постараюсь, по крайней мере. Так, надо еще швабру взять. У, засмотрелся я на эти... Как работает завод этот. Давайте применим ключ вот на это. На погрузчик. Здесь всякие химикаты ядерные. Так, чашку надо химикатов набрать. Какие еще пакости могут быть, я не знаю. А, упаковочный конвейер. Забуду, что-то приняло. Так, химикаты в бутерброд. А, нет, химикаты, наверное, в кулер. А вот эти вот чашки с химикатами, это в бутерброд. Клей. На кресло. Упаковочный конвейер. Перенастраиваем. Ну-ка, давайте посмотрим, как сосед сейчас покатается. Бумс. Не получилось притормозить. Голова закружилась. Не знаю, что мы с суток конвейером сделали. Но явно что-то не очень хорошее. Блин, не надо на меня так смотреть. За 3 минуты, надеюсь, успею. Швабры можно что-то подбереть. Тьфу ты, гадость какая-то. Ах. Ах, надо соличной воды попить. Фу. Отрава ядреная. Пока сосед в туалете, подпираем слабую дверь и быстро уходим отсюда. Сломал дверь. Сейчас сразу, что ли? Два раза. Ладно, ладно, еще одна показа осталась. Еще одна осталась. В фабриках фейерверка написано. Да, рукожопый робот стал. Именно в тот момент, когда подошел сосед. Ладно, введение деловых переговоров. Важнейший этап в развитии бизнеса. Тем не менее, нужно не забывать и о контроле за качеством продукции. Это естественно, это естественно. Ну, давайте посмотрим. О, мы сразу тут прям появляемся. Нифига. Что себе? Что себе? Сед не болтает с кем-то по телефону. Давайте пошаримся. Что можно тут взять из предметов? Сосед в подвал пойдет, насколько я помню. Смотреть коробку. Так, здесь ничего, к сожалению, взять нельзя. Так, после этого, по-моему, банка уйдет. Я, конечно, не уверен, но по-моему, да. Ну да, точно. Далее он опять идет переговоры вести. Фиг знает с кем. Так, давайте сразу разрисуем рожицу. Можно спрятаться в туалете. Ладно, надеюсь, он не будет слишком долго вести переговоры. Мы хотя бы успеем отвертку взять. Нет! Нет! Не-не-не, не может быть. Не надо было рисковать так. Ну, ладно. Запомнили, но не будем это делать. Можно, в принципе, сразу прямо сюда прийти и разрисовать руль. Хо-хо-хо, ё-моё. Ай, не успею. Не успею. Ну ладно. В другой раз тогда сделаем. Переигрывать не буду. Ах, а на колесу, похоже. Обожаю такие фургоны. Ах, а на колесу. Что тут сделать надо? Взять, во-первых, ящик для инструментов. Да блин, положи огурок. Горячий. Ну и погрузчик с помощью гаечного ключа немножко перенастроить. Ну и можно сходить посрать пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и всё. Что у нас дальше? Остановка производства. Это всегда головная боль для руководителя. Но наш друг не унывает. Ведь пока идёт ремонт, можно провести время с самым близким ему существом, золотой рыбкой. Или поиграть на компьютере время от времени, изображая крайнюю озабоченность проблемами своего бизнеса. Да, этим сосед у нас заниматься любит. Да. Так, теперь в этой... Ремонт какой-то у нас тут, короче говоря, идёт. Охранник не будет сидеть на одном месте. Так, блокад и ящик с инструментами. Блин, охранник сейчас сюда пойдёт. Он в подвал будет ходить. Ладно у нас... Ну, сосед, очень хорошо, что он пошёл этим путём. Не туда идёшь. Так, он куда пойдёт? Так, ну, можно сразу начать пакостить. Поджигаем фейерверк. Огнетушитель немножко портим. Вот это вот хрень. Симулятор роста ставим. Маломощная петарда на кресло. Хорошо напугает его. Так, настраиваем кресло. Приклеили также на мониторы все эти хрени. Здорово напугался вообще. Жаль, что рыбу он посмотрит в следующий раз. Не крутись. Не крутись. Блин, мне нравится, когда он так делает. Не крутись. Не крутись. Не крутись. А, он идёт наверх. Смотреть. Опять свои дурацкие коробки. Потом он пойдёт на рыбку смотреть. Которая уже не золотая, а огромная и зелёная. Так, что у нас дальше. После проведения пусконаладочных работ можно осознать себя как незаменимую часть производства и немного отдохнуть. Сходить перекуриться, скушать охлаждённых фруктов, посмотреть телепередачи. Ну да. Тогда можно отдохнуть, можно и посидеть, посмотреть. Что там твориться началось? Машины с ума посходили. Всё ломают, крушат. Жизни соседу не дают. А у соседа нашего к тому времени второе дыхание, понимаешь, открылось. Давай всё чинить, да в порядок приводить. Не хотелось ему по добру, по здорову с заводом своим прощаться. Только герой наш начатая бросать не собирался. Назвался груздем полезай в кузов, говорил он всегда. Вот и сейчас, засучив рукава, фабрику усердно в негодность приводил. Назвался груздем полезай в кузов, да. Короче, это у нас, что такое? Шуточная боксерская перчатка в коробке. Усиленно стальным ароматизатором. Так, в подвале есть желатин и бензин. В ящике для инструментов ничего, к сожалению, нет. По телевизору непонятно, что я вообще показываю. Так, охранника нету вообще. Сразу давайте громкость на максимум прям поставим, чтобы напугать соседа. Можно также боксерскую перчатку прям в холодильник засунуть. Ну и покрасить обычный желатин с разными фруктовыми вкусами. Аквариум можно чуть-чуть покрасить водой. Рыбки, правда, сдохли, походу, все там, пока мы это делали. Далее у нас идет блок управления роботом. Также есть ракетная батарея. Да. Потоптал пресс немного и ракеты позапускались. Ничего так, блядь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Блок управления роботом. Ну и покурить сходить, куда же без этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, короче, осталось два эпизода. Этот эпизод будет веселый. Как говорится, хочешь, чтобы было хорошо, сделай это сам. Вот и наш знакомый решил удостовериться, что выстраданное производство работает так, как нужно. И схватив чертежи и схемы, пошел проверять, как идут дела на фабрике. Сегодня они пойдут совершенно не по плану. Во-первых, у нас есть буляж крупнокалибренного патрона. Такие вещи ни к чему на опасном производстве. Так, давайте сразу в подвал. А, нет, в подвале взять нечего. В этот раз. По-моему, если этот пиджак можно посмотреть. Блин, я не помню, по какой он дороге пойдет. По-моему, по этой. Да, точно. Так, во-первых, клей взять надо. Пиджак взять можно нифига. Так, здесь тоже есть что взять. Так, он пойдет по той дороге, да, точно. Начнем с муляжа. Нажимаем кнопку. Да, это ему точно не понравится. Какая-то корона вообще сзади получается. Так, воду заливаем в люк. Отлично. Теперь новый ремонт делать придется. Ничего-ничего, это все муляж просто. Вот охранник увидел, что сломалось и пошел чинить. А на нашего главного героя вообще внимания не обращается. Смотрю. Так, к прессу тоже хана пришла полная. Ну и химикаты. Какие тут химикаты? Почка с химикатами высокотоксичное вещество. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Да, химикаты просто кулер разъели. Ну понятно, сосед пить конечно отсюда не будет. Но тем не менее, я думаю, что бочка, он заметит ее. Ну и остался последний уровень наконец-то. Производство остановлено, но партия товара готова и коробки уже стоят во дворе. Все прошлые вложения окупятся, как только автомобиль покинет территорию завода. Нам во что бы то ни стало, нужно этому помешать. Так. Во-первых, сразу давайте уровень перезапустим, хочу покажу. Здесь на этом уровне всякие аппараты, роботы, ничего не работает. Вот если быстро запустить уровень и сюда заглянуть, она чуть-чуть поработает и остановится. Немножко это странно. Также, кстати, вот такую недоработку заметил. Нереалистичность. Вот этот миксер, вот мы в прошлом эпизоде, когда это все сломали, вот эти сосиски не должны сюда поступать. До тех пор, пока пресс мы не сломали, они продолжали сюда поступать. И когда мы пресс сломали, эти сосиски красные продолжали попадать сюда. Это очень, это как-то очень странно. Так, у нас есть гранаты. Берем ведро. Сразу же берем гранату, применяемую на верерку. Вот охранник прям последнее мгновение. Не успел меня заметить. Это очень хорошо. Так, мы все предметы взяли. Сразу же применяем фигню эту. Ну и вентиль может сразу погрудить. Потечет отсюда все. После того, как мы открутим вентиль, охранник поймет, что все бесполезно и просто уйдет с завода. Уйдет в освоясь. Так, обливаем мониторы. Ой-ой-ой, он сюда пойдет. Не уверен, что мы успеем сделать все, что нужно. Сосед увидит, что там опасность вылилась и пойдет крутить вентиль. А мы крутим этот вентиль. И сверлим дырочку. Полилась вода. Выходим отсюда нафиг. Форох. Песочек. А мы смотрим, как сосед крутит вентиль. Сосед, по-моему, опять к мониторам пойдет. Вроде бы. Надеюсь, да. Надеюсь, на это. Да, это очень хорошо. А мы, тем временем, поджигаем всю эту партию товара. Не туда идешь, стой, стой, не туда. Вот здесь все эти химикаты сливаются в пещеру, блин. Туги засоряет. Засоряется все, блин. Давай, иди сюда, сосед. А тут такой бардак уже происходит. Сейчас просто все тут взорвется нафиг. А тут, по-моему, люк был еще один. Сосед пытается потушить песком. В итоге оно начинает гореть еще сильнее. Ну и сосед в панике просто уходит в освоясь. И все. Добился наш герой своего. Оставил негодяя без дома и без бизнеса. Даже джипа любимого и то не пожалел. Пришлось соседу первым рейсом убираться во свой оси. И, может, так бы он и жил дальше, так и не осознав всего. Да только не заметил он своего старого знакомого. А завод-то взорвался ядерным взрывом. Нифига. Ну так вот, короче, мы прошли с вами наконец-то эту игру. Наконец-то. Тут не так много эпизодов. Всего 15 штук. Игрушка мне понравилась. Ее... Она не стала хитом, но... Ни одна из пародий на когда соседа не стала хитом. Но все же какой-то успех игра завоевать смогла. Далеко не всем она... Такая игра понравилась. Но мне лично понравилась. Давайте... Титры включим. Кто ее создал? Гэйфай, Русабит, Эм. И они... И это у них уже не первая пародия. На когда соседа, которую они делают. Они же сделали когда соседа 5 из России с любовью. Мы, наверное, тоже ее с вами пройдем. Думаю. Ну а на этом мы, пожалуй, закончим. С вас лайкос подписывайся. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал. Также на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok